Представители муниципалитетов и заведующие детскими садиками собрались на территории нового детского сада номер 18, что в микрорайоне Рождественский. Это дошкольное учреждение в проекте «Детское пространство 37» не участвует, потому что построено недавно и оборудовано по последнему слову технике. Сотрудники образовательных учреждений просто посмотрели, как выглядит современный детский сад. Ни для кого не секрет, 70% детских садов построено в 50-е, 70-е годы. Пришла к ней, что уже устарела инфраструктура этих детских садов. И очень хотелось, чтобы наши дети тоже имели такое качественное физкультурно-оздоровительное пространство, многофункциональные площадки. И тогда в пилотном режиме этот проект был запущен. В 2021 году в проекте приняли участие 20 детских садов. Отметим, что разработали проект в рамках народной программы «Единой России» в Ивановской области и запустили одними из первых в стране. Шли путем проб и ошибок. Детский сад номер 22 – участник пилотного этапа. Мы очень довольны, что у нас эта площадка появилась. Все дети и родители рады. Площадка функционирует ежедневно, каждый день, с утра до вечера. Много стоит, 11 игровых элементов стоят на площадке. Покрытие резиновое, безопасное, травма безопасная. Идеи, как оборудовать площадку, рождались в процессе реализации проекта. Какие элементы установить, какое покрытие использовать. Проектно-сметная документация пока в планах. На этой стадии, с учетом опыта первой программы, мы хотим более активно привлечь именно родительскую общественность. И не просто привлечь, а привлечь ее на начальной стадии проекта, чтобы те, кто занимаются проектно-сметной документацией, учитывали мнение родителей. И это очень важно, отметил представитель родительской общественности. Учесть все рекомендации именно на стадии формирования проекта, чтобы при реализации программы свести к минимуму переделки. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс».